И заболевший лекемией Олег Тиньков заразился коронавирусом, он, я так понимаю, уже давно заразился, а им уже переболел, я так понимаю, и сейчас собирается делать пересадку костного мозга, сказал, что я бы хотел попросить прощения у всех, кого я обидел в этой жизни, вольно или невольно. Я, правда, наговорил много глупостей в своей непростой жизни, слава богу, я только говорил, но не делал гадости, ну, Олег, это ты не прав, это значит, ты не раскаялся, гадости очень много делал, сколько людей обокрал при помощи своего банка, огромное количество. Читая и смотря свои многочисленные интервью, мне местами стыдно за то, что я говорил, я был честно не прав. Вот удивительно, вот эта особенность информационного мира, человек не видит свои реальные дела и просит прощения за слова, которые ничего не стоят, цена им копейка. А дела стоят очень-очень дорого, и это страшные дела. Так что, что можно сказать Тинькову? Ну, можно процитировать Воба Марли, да? Помните, что деньги не могут купить жизнь. Воб Марли перед смертью сказал, Money by... Нет, Money can't buy... Ладно? It's beautiful life, да? Так что, деньги не могут купить жизнь. Money can't buy life. Не могу ничего прибавить. Знаете, если вы спросите, жалко ли мне Тинькова. Ну, во-первых, он еще не умер. Начнем с этого. А во-вторых, ну, мне всех жалко, да? Ну, больше всего мне жалко тех, кто еще не успел в жизни нагрешить. То есть, когда страдают дети, когда страдают... Старики, уже впавшие, да? В детство. Когда животные страдают. Поэтому, я думаю, раскаяние деятельное было бы... Реально деятельное раскаяние. Это было бы пожертвовать какое-то значительное состояние на каких-нибудь больных, страдающих и так далее. А так, вы меня простите. Я там пошел операцию по пересадке костного мозга делать. Поэтому так ссу. Думаю, что это тяжелая операция. Могу помереть. Поэтому вы меня там простите, да? И чего? И все? Простили. Ну, пишут. Гори в аду, Тинькофф. Ну, я не хотел этого говорить. Безусловно, я ему этого не желаю. Но я не думаю, что Бог в данном случае соотносится с моими желаниями. Я не хотел как раз вот говорить того, что вы мне сказали. Я вчера, кстати, пересмотрел фильм Константин. Константин, повелитель тьмы. Этот играет, как его... В «Матрице» ты играл. Господи, представляете, я забывать стал фамилии, имена. Вот. И очень хорошо там про все это сказано. Да? Очень хорошо. Казалось бы, такой... Ну, страшилка не очень страшная, да? Такой, скорее, приключенческий фильм. Но очень-очень понятный. Очень понятный. Киана Ривз, конечно. Киана Ривз. Замечательно. Ровесник, кстати, мой. Если вы не знаете, Киана Ривз в 64-м году родился. Так что, мой ровесник. Пишутся, Тинькофф в роли «Смертень». Говорит, да. И поэтому, я говорю, меня удивляет. Что человек на «Смертном одре», да, перед такой тяжелой операцией не пытается как-то деятельно раскаяться, да? Как-то кому-то помочь из тех, кому можно помочь деньгами. Ему-то деньгами уже не поможет, да? Кому-то можно еще помочь деньгами. И, казалось бы, вот это и надо сейчас сделать. И это будет самое деятельное раскаяние. Ладно. Богом судья. Не создавая себе кумира. Ну да, это же первая заповедь. Так оно и есть. Не нужны никакие кумиры. Я вам всегда говорил. Авторитетов нет. Что такое авторитет? Это тот, который каждый день, в течение многих лет, да, доказывает вам, что он авторитет. Что он не такой, как все. Что он честный, что он, блядь, там, правдивый и так далее, и так далее. Каждый день он должен доказывать. Вот сегодня я доказал, а завтра должен доказывать снова. И снова, и снова, и снова. Понимаете? Это связано с властью. Для власти должна быть презумпция недобросовестности. Презумпция преступности. То есть, власть всегда преступная. Это аксиома. Поэтому власть и тот, кто на нее претендует, должен свою добросовестность доказывать каждый день вам. Каждый день. Вот день прогулял, не доказал, все, вы ему уже не верите. Так должно быть.